На старт в предвыборной гонке вышли 23 претендента на президентское кресло. Именно столько кандидатов зарегистрировал Центр избирком. Сегодня добро получил экс-министр регионального развития Василий Куйбеда. Он баллотируется от партии Народный рух Украины и бывший депутат Киевсовета Зарян Шкиряк, самовыдвиженец. Отказали в регистрации 17 претендентам. Сегодня мы продолжаем считать их деньги и знакомить вас с декларациями о доходах охотников за президентской булавой. Главврач Института дерматологии и медик Майдана Ольга Богомолец задекларировала свыше 3 миллионов гривен. Эти доходы доктор получила в основном за счет преподавательской, научной, предпринимательской деятельности и сдачи в аренду имущества. Успешные члены семьи кандидатов в президенты, муж и две дочери заработали в минувшем году свыше миллиона гривен. Но основное богатство семьи – недвижимость. Это 5 земельных участков, 2 дома, 7 квартир и еще 7 других объектов, среди которых знаменитый замок в Радомышле. Есть в собственности семьи и 4 автомобиля – Деулана, Снива, Митсубиши и почти новый Мерседес. В украинских банках хранят 750 тысяч гривен. Гораздо скромнее доходы у экс-министра обороны, а ныне депутата Верховной Рады Анатолия Гриценко – 440 тысяч гривен. Жена, дочь и сын в сумме заработали свыше миллиона гривен. Семья владеет земельным участком, чуть меньше гектара, дачным домом в 350 квадратных метров и тремя скромными квартирами. Машина у Гриценко всего одна, внедорожник «Вольво», есть водный мотоцикл. На банковских счетах депутата свыше 750 тысяч гривен. Еще один претендент на президентскую главу – экс-министр социальной политики Наталья Королевская. Она мать двоих детей и у нее всего 191 тысяча. Муж слегка не дотянул до полутора миллионов гривен дохода. У семейства есть земля – 2000 квадратов и некая недвижимость в 545 квадратов, какая именно не уточняется. Есть квартира площадью в 264 квадратных метра и автомобиль «Мерседес». В банке у семьи экс-министра – 720 тысяч гривен. Лидер свободы Олег Тегнебок заработал в прошлом году 243 тысячи гривен, а его жена – 59 тысяч. У кандидатов в президенты трое детей. Семья Тегнебока владеет двумя квартирами площадью в 97 и 116 квадратных метров, машины тоже две. Но в декларации указано, что внедорожники Toyota Sequoia и Toyota RAV4 Тегнебокам не принадлежат, а находятся в бесплатном пользовании. На банковских счетах семьи кандидатов в президенты – 370 тысяч гривен. Экс-глава антимонопольного комитета Василий Цушко задекларировал почти 177 тысяч гривен дохода, а его жена – более 2,5 миллионов от продажи движимого и недвижимого имущества. В собственности семьи – три земельных участка площадью около 3 гектаров, дом, две квартиры и два гаража. Сложно понять, за счет чего жили в прошлом году лидер правого сектора Дмитрий Ярош, его жена и трое детей в графе о доходах кормильца – прочерк. Ярош указал, что временно не работал. Доход членов семьи политика – 803 гривни. Имущество – всего две квартиры метражом в 46 и 54 квадрата, а также две машины «Шкода Октавия» и «Опель Астра». Субтитры создавал DimaTorzok